Мир вам, братья и сестры! Сердечно поздравляю с праздником, торжественным ходом Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. И сегодня князь мира сказал, всем нам сегодня он скажет, и говорит, «О, если б ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, это день посещения». И я верю, что каждое сердце Господь сегодня посетит, чтобы мы узнали, что служит к нашему миру. Мы помолимся на это собрание. Наш Господь, мы сердечно благодарим Тебя за Твое славное пришествие в этот мир. Мы благодарим Тебя, что Ты совершил дело спасения рода человеческого. Мы благодарим Тебя, что Ты отдал себя на страдания, на крест. Мы благодарим, что Ты царь царей, Господь господствующих. Мы благодарим Тебя, Господи, за церковь Твою, за то, что мы можем собраться, иметь это общение. Благослови нас Твоим посещением, Господи. Благослови нас отбросить все житейские дела, все суетное. И в Тебе есть Слово для церкви, для каждого находящегося здесь. Господь, открой наши сердца и уши наши, чтобы мы услышали голос Твой, чтобы мы к Тебе приблизились, чтобы мы не пропустили наш день. Благослови, Господи. И посети многие сердца, которых нет мира, которых нет покоя, которые вдали стоят, которые в грехах находятся, и таковых посети, и к ним приблизься их. Господь, коснись сердец, чтобы они могли к Тебе приблизиться и обратиться. Благослови всех участников служения, проповедующих, поющих, духом молитвы и поклонения посети нас. Воспеть Тебе, Богу и Царю нашему, слава Тебе, Асанна и Величия, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Иисус Христос, как Царь, Царей, Идет Иерусалим, И детский гор по полу поет, Икруя перед ним, Вот за Христом народ идёт, И слышит голоса, Ему хвалу, Он любит нас, Хвала за чудеса. Асана, 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 Пусть громче звучат голоса. Асана, 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 По славу Иисуса Христа. Иисус Христос, как Царь, Иисус Христос, как Царь, Иисус Христос. Братславим Господа, и мы, Он спас нас от греха, И сердцею запустят мы, Вала, Христос, всегда. Открой же сердце, друг, скорей, И пусть Христос пойдет. Спасенье, радость и покой Тебе Он принесет. Арсана, 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 Пусть громче звучат голоса. Арсана, 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 По славу Иисуса Христа. Арсана, 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 По славу Иисуса Христа. О, мой Спаситель, для Тебя Случи души и плава, Ты в мир пришел и для меня Твою аллилуйя. Спасенье, радость, плавната, Любви Иисусе вся. По славу Иисусе Христа. По славу Иисусе Христа. Приветствую вас, братья и сестры. Когда Иисус приближался к Иерусалиму, Он сказал очень интересные слова. Но прежде чем мы обратим ваше внимание на именно эти слова, которые сказал Иисус, я бы хотел обратить ваше внимание на один псалом. Это псалом 121. Для меня слова, которые записаны в этом псалме, всегда были вопросом, пока я не прочитал этот псалом в контексте того, что Иисус говорит, когда он входит в Иерусалим. Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Когда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму. Да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом о Иерусалиме. И особенно вот эти слова. Шестой стих. Просите мира Иерусалиму. Просите мира Иерусалиму. Это своего рода такое повеление. Просите мира Иерусалиму. Я никогда не мог понять, как просить мира Иерусалиму, как молиться за мир Иерусалиму. На английском языке этот перевод звучит pray for the peace of Jerusalem. Как молиться за мир Иерусалиму. В контексте вот этого псалма явно видно, что речь идет о врагах Иерусалима, о врагах народа израильского. И все, кто является врагом народа израильского, они являются и врагами самого Бога. Но у меня все время вот этот вопрос. Неужели вот этот мир политический или мир с врагами, неужели это все, что нужно израильскому народу? Неужели это все, что нужно Иерусалиму? И потом я как-то перечитывал вот это как раз место, о чем мы сегодня с вами вспоминаем. Это Евангелие от Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха. И когда приблизился к городу, то смотрел на него и заплакал о нем. Давид радовался, когда подходил к Иерусалиму. Когда Иисус подходил к этому городу, он заплакал об этом городе. Он не заплакал, потому что он знал, что произойдет с ним через несколько дней. Он не заплакал, потому что он знал, что весь народ, все его ученики, все это множество народа, которые сейчас постилают одежды ему на пути, когда он входит в Иерусалим, что все от него отвернутся. Не поэтому он плакал. Он не плакал, потому что даже сам отец отвернется от него. Он плакал потому, что Иерусалим не узнал времени посещения своего. Приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя бы сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Если бы ты хотя бы в сей день узнал, что служит миру твоему. Когда я читал вот это место и вспоминал вот этот псалом, «Просите мира Иерусалиму», у меня сразу же появился ответ, «Как нужно молиться за мир Иерусалима?» Настоящего мира не может быть без принятия Иисуса как Мессию. Настоящего мира без Иисуса не может быть. Как внешний мир для Иерусалима, мир со всеми его врагами, так и внутренний мир, мир с Богом, прощение грехов, все зависит от Иисуса. Все зависит от его, от принятия Иерусалима, Иисуса как Израильского Мессию. Решение всех проблем, все проблемы израильского народа, какие бы они ни были на протяжении всей его истории, заключается только в одном, в Иисусе Христе. «Если бы ты хотя бы в сей день узнал, что служит к миру твоему?» Друзья, мы сейчас будем молиться, и я хочу призвать вас молиться о двух вещах. Первое, давайте продолжать молиться за спасение израильского народа, за мир Израиля, за мир Иерусалиму. Мира без Иисуса у него не может. «Просите мира Иерусалиму» это равно «просите спасения израильскому народу». Кто еще будет за них молиться? Кто еще будет молиться за них, кто не познал Бога Израиля через жертву Иисуса Христа? И второе, может быть, кто-то здесь сидит сегодня, кто не имеет этого мира в сердце, кто еще не познал этого Бога, чтобы никогда к вам не были обращены вот эти слова. Это сокрыто ныне от глаз Его, было сокрыто от глаз Его, чтобы никогда к вам не обратились и не сказали, «Ты не узнал времени посещения Его». Если бы ты сегодня, хотя бы в этот день, узнал, что служит миру твоему. Аминь. Давайте помолимся. Песня «Святая Победитель» Ему Асана, Ему Асана, Ему Асана мы жми. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Богу. Христу одежды поселали, сердечно по дороге. И весь полы Ему слагали, как Господу чертове. Ему Асана, Ему Асана, Ему Асана мы жми. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Богу. И гордите и звалу слагая, Христу, как Вибрия. И все Его сопровождая, живище Бога в рамках. Ему Асана, Ему Асана, Ему Асана мы жми. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Богу. И если станут как немые, палящие уста, А в рамках, все как бы живые, покроют круг уста. Ему Асана, Ему Асана, Ему Асана, Ему Асана мы жми. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Богу. Ему Асана, Ему Асана, Ему Асана, Ему Асана мы жми. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя Богу! Время посещения. К твоей душе приблизился Христос. И нежно постучал. Открой сегодня! Я дивный свет спасения принес. От уз греховных сделаю свободным. Воспой, ассана! Дай скорее ответ. Грядет спасающий и кроткий царь твой. Но ты ему ответил. Не надейся. Нет. Сегодня рано. Подожду до завтра. Смотри. Упали слезы у дверей. Христовы слезы у закрытой двери. Сегодня плачет царь царей о том, что ты ему не хочешь верить. Несчастный. День придет неотвратим. Тогда услышишь. Больше нет спасения. И ты узнаешь ужас разрушения. Как древний город и Иерусалим. Пока благая не умолкала весть. Душа немедли. Ведь спасение рядом. Сегодня он зовет. Сегодня время есть. А завтра, завтра может обернуться адом. Аминь. Расславляю тебя, Адонай, Царь Небесный. Ты простил и назвал меня Сыном Своим. Небесный покоем наполнено сердцем от сознания того, что тобою любил. Небесный покоем наполнено сердцем от сознания того, что тобою любил. Прославляю тебя за открытое небо, за отцовское сердце, за подвиг Христа, За то, что чертога твоих белоснежных, приготовлено место тобою для меня. За то, что чертога твоих белоснежных, приготовлено место тобою для меня. Не могу я молчать, не могу и не смею. От души благодарен за счастье в судьбе, за то, что навечно надежды имею. Поглоняюсь я близко спаситель тебе. За то, что навечно надежды имею. Поглоняюсь я близко спаситель тебе. Слава Богу! My word today is going to be for the children. So if all the children can come down, we have a lot of room out here in the front. So if you can all come forward and sit over here. And while you guys are coming up front, I have a story to tell for you guys. There was one boy once. He got sick on Sunday morning. Can you imagine that? And he couldn't go to church, so he had to stay home with his mom. So on Sunday morning, he stays home sick with his mom. His father goes to church, and then he comes back from church home, and he brings a palm branch with him. And the boy asked, Dad, why do you have a palm branch? And he said, well, when Jesus came to town, all the people took palm branches and laid it before him. And the boy was so disappointed. He's like, oh, the only time Jesus comes to church, and I missed it. Today, we're not going to see Jesus coming down on a donkey. But we're going to read about it, what happened 2,000 years ago. How Jesus came into Jerusalem. We're going to read it in the Gospel of Luke. Gospel of Luke, chapter 19, verse 34, 35. And they brought to him Jesus, they brought the donkey, and they cast their garments upon the colt. And they set Jesus thereon. And as he went, they spread their clothes in the way. And when he was come nigh, even now, at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed be the king that cometh in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. And he answered and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. And when he was come near, he beheld the city and wept over it. Today, the title of my message for you is, But Jesus Wanted More. But Jesus Wanted More. From this passage, we're going to see three foundational truths about Jesus Christ. This whole celebration, it's all about Jesus Christ. Everything is about Jesus Christ today in our service. And I want you guys to get three truths, three foundational truths about Jesus Christ. But more importantly, the reaction, our reaction to those truths. I have a question for some of the older people. Our teenagers, our young people, people that understand English. Those who read the Gospels. What word from this Gospel, the Gospel of Luke, what word is missing that all the other Gospels have? What word is missing in this Gospel, in this account that we read, that has, every other Gospel has it, except this Gospel of Luke? Do you guys know? I mentioned it in the beginning. Hosanna. Hosanna is not included in the Gospel of Luke. He doesn't mention it. Now I have another question. Who knows what Hosanna means? We say it a lot. Do you know what it means? God save us. God save us. That's exactly right. It's actually a plea. It's like begging. Please save us. The first truth that I want you guys to remember today is that Jesus is your Savior. Jesus is your Savior. What does Jesus save us from? These people, when they were singing Hosanna, they were expecting that Jesus was going to save them from these earthly things, from these temporary things. They were under the rule of Roman Empire. And the Romans were very harsh with them. They didn't like the Jews. And they thought, now comes a king that's going to save us, the Savior delivered, that's going to take away this Roman rule. And they thought Jesus was going to save them from these temporal things, from the earthly things, not realizing that Jesus wanted to do more. Jesus wanted to do more for them. He didn't want them to save them just from these temporary things, kind of like in our lives. We call out to Jesus. Jesus, save us. I'm going through this situation. Take me out of this situation. Or Jesus, you know what's going on at school, or somewhere else, or with my parents, or with my friends. And I want to be saved from this situation. It's not a good situation. So please save me. Hosanna. Save me. But Jesus wanted to do more for them. He wanted to save their soul. And the people missed it completely. And sometimes we miss that in our lives. We ask for Jesus' help and say, Jesus, save us in this or that. And then we miss the most important part, that Jesus wanted to save our soul. Jesus not only wants to save this temporary stuff. He wants to save our soul. He wanted much more. First truth. Jesus is the Savior. He's the Savior of your soul. What's the proper reaction to that? The people did not have the proper reaction. They thought Jesus was coming to save them from the Romans. Friends, the proper reaction is to accept Jesus as your Savior. As the Savior of your soul. Because your soul is eternal. Everything else will pass away. They're just temporary. They're just timely things that come and go. But your soul is eternal. And Jesus wants to save your soul. That is much more. Second truth. Second truth about Jesus. Is that he is Lord. We read this in verse 35 and 36. Actually, we read it from verse 34. And they said, The Lord had need of him. This is when they came to pick up the donkey. And the person is like, Why are you taking my donkey? And they said, The Lord has need of him. And they brought him to Jesus. And they cast their garments upon the colt. And they sat Jesus thereon. So interesting. Jesus is Lord. Imagine if I came up and I said, I need this coat. I'm going to take this coat. Is this your coat? I need this coat. Will you give it to me? Yeah? It's kind of small for me. But imagine somebody coming up and saying, I need this. And you're like, Why are you taking this? And I'm going to say, Well, Jesus needs this. Jesus needs this coat. And you're going to be, Okay, that's what the person did. Because he realized that Jesus was Lord. He's Lord. That means he has rule over everything. He's Lord of lords and king of kings. Jesus was a king. And they took their coats off and they put it in front of Jesus. And those that didn't have coats, they took off branches from the trees and they put it before Jesus. And Jesus rode on a donkey on their coats. Would you like to wear your coat after a donkey has walked on it? Would you? Yeah. It would be kind of disgusting. Yeah? A donkey walked on my coat and then I have to put it back on? But people were willing to serve Jesus. Understanding that this is the Lord. This is the king that's coming. Prophecies were saying about this. We're going to give him what we have. This man had a donkey. And Jesus asked for it. Gave me the donkey. And he said, the Lord needs it. But you know what? These people were willing to serve Jesus as Lord outwardly. But their heart was so far away from that. And Jesus wanted more. Jesus wanted much more. He didn't want just their outward service. Oh, Jesus, I can do this for you. Or Jesus, I can do that for you. And Jesus, you are Lord. You're the king. And they were saying these words. But their heart was so far away. Jesus wanted more. Jesus wanted their heart. He wanted the obedience of their heart. Not just an outwardly service that, oh, Jesus, I can do this for you. And we do so many things for God. And we think, oh, we're serving the Lord. We're serving the king of kings. But then our heart can be so far away from God. Not understanding that. He's the Lord. Not just of the things of this earth. He's the Lord up in heaven. And he's the Lord of your heart. He wants to be the Lord of your heart. But he wants more. Not just our service. He wants our heart. What is the proper reaction to this? They did everything for Jesus as Lord. And they were thinking, this is the king. The proper reaction is to serve Jesus from your heart. Serve Jesus as Lord from your heart. Remember, first truth, Jesus is our savior. Second truth, Jesus is our Lord and king. And the third truth, this is the most important truth that I want you guys to remember. If you're going to forget everything else, remember this. Because this is foundational for the Christian faith. Without this, if there's some Christian that says he's a Christian but does not believe this, he cannot be called a Christian. This is the most important. This is what our faith is built upon. Most important aspect. I want you guys to remember. That Jesus is God. That Jesus is God. We read this in verse 3. Or in verse 37. And when he was come nigh, even now, at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. These people saw that Jesus was a great man and that God was working through him. He did these marvelous things. He made miracles. Right before this, he rose Lazarus from the dead. Lazarus was dead for four days. Jesus called him out and he rose him from the dead. Proving that he has power over death. Proving that he is God. And what's so interesting, the people missed this. They were praising God but not realizing that Jesus was God right in front of them. They were praising God, saying, wow, God has done great things among us. Not realizing that God was right in front of them. This is foundational. This is very important to remember. That Jesus is God. Jesus wanted more. Jesus didn't want them to just praise God for what they have seen. Jesus wanted them to accept who he was. To accept him as God. Do you know when you start believing this, these three points about Jesus. Very simple but foundational. That Jesus is the Savior. Jesus is our Lord. And Jesus is God. There's going to be people that are going to go against you. When you accept Jesus as your Savior, people will disagree with you. They're going to say there's other ways to God besides Jesus. They're going to say to you that Jesus is not the only way. When you're going to start serving God with all your heart, Satan is going to attack you. Satan doesn't like active Christians. He likes lazy Christians. They don't do anything. He doesn't attack him. But when he sees an active Christian that's serving God out of his heart, he's going to attack you. But when you accept Jesus Christ as God, the whole world will hate you. They will hate you because they hated Jesus Christ. They did not accept him. But I'll tell you that there's great encouragement in this because we know, we know a week from today what happened. And if you guys come back next Sunday, you will hear how Jesus proved that he was God. Amen? Amen? Amen. Брежные люди пострелали, И голоса на дети воспрепали, И полисеи были рядом с ним. Вот, чего Христос не давали, И отчего мы селят их печали. Ведь если даже дети замолчали, Зававияли нам и вверхами. Иерусалим, Иерусалим, Ты город прекрасный. Иерусалим, Иерусалим, Ты город обедованный. Иерусалим, Иерусалим, Но Ты не понял, Тебя слез. Иерусалим, Иерусалим, Твое спасенье, Христос. Иерусалим, 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 И И от того ты плачешь, мой Христос, А в этом горе, в древности, в столице, Он в горе бедно скоро превратится, Зальется кровью и потом нам связь. Иерусалим, Иерусалим, ты город прекрасный, Иерусалим, Иерусалим, ты город обетованный, Иерусалим, Иерусалим, но ты не понял, где слез. Иерусалим, Иерусалим, твое спасение, Христос. ПЕСНЯ Счастье, радость и светом, И жизнь младча без вас и приветом, Он без креста страдает страшной вред. А Иисус, длиннейший благодать, Стоит тихонько у закрытой двери, Стучит к тебе, но ты в своем невере Не хочешь сердце Господа принять. Иерусалим, Иерусалим, Ты город прекрасный, Иерусалим, Иерусалим, Ты город победованный, Иерусалим, 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 Твое спасенье, Христос! Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим Иерусалим, 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 И Отцы, дети, знатный, лютый, нищий Пред Сыном Божиим Иерусалим Сегодня поклонился до земли Иерусалим, Иерусалим Хотя бы в этот миг узнал ты Что служит миру путь один И не таков он, что избрал ты Иерусалим, Иерусалим Хотя бы в этот миг узнал ты Что служит миру путь один И не таков он, что избрал ты Как громко прославляли имя Бога И пальмовые ветви на дорогу Бросали руки радостных людей А дал Голгофы пять коротких дней Иерусалим, Иерусалим Иерусалим, Иерусалим Хотя бы в этот миг узнал ты Что служит миру путь один И не таков он, что избрал ты Хвала звучала громко и сильнее Иерусалим, Иерусалим Но Иисусу даль было виднее И над тобой печальный взгляд Христа Уж видел тень Голговского креста Иерусалим, Иерусалим Хотя бы в этот миг узнал ты Что служит миру путь один И не таков он, что избрал ты Слава Богу Он и Его, Творец вселенной Он и Его, Бог всемогущий Он и Его, Скала спасенья Он и Его, Господь дающий жизнь Иерусалим, Иерусалим Он и Его, Господь дающий Он и Его, Господь дающий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И пели псалмы, и поистине в этот день столько много было радости, но в то же самое время было столько много слез. Может вы скажете, а кто много плакал? Господь Иисус Христос плакал. И одной его слезы хватало на всех. И поэтому, когда мы размышляем сегодня об этом празднике, поистине переполняют очень разные чувства. И радость, и боль. Я хочу, чтобы мы порассуждали над этими событиями. И давайте вместе прочитаем из книги пророка Захарии 9 глава, 9 стих. И потом еще в Матфея прочитаем. Захарии 9 глава. «Ликуй от радости дщер Сиона, торжествуй дщер Иерусалима, все царь твой градет тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Яремной». И исполнение этого пророчества Матфея, 21 глава, 4 стиха. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите, щерий Сионовой, все царь твой градет тебе, кроткий, сидя на ослице и на молодом осле, сыне под Яремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветвы из дерев и постелали по дороге. «Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал «Оссанна сыну Давидову! Благословен грядущего имя Господне! Оссанна Вышних!» «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей?» «Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Итак, братья и сестры, этот праздник, день, который мы рассуждаем, празднуем сегодня, это день, который по воле Отца Небесного, по предсказанию пророков, вошел в Иерусалим цар-царей. Ликуй от радости, торжествуй эти слова, это повеление Бога через пророков сбывалось в этот день, и народ израильский радовался, они торжествовали. Как мы прочитали, в движение пришел весь город, одни встречали, другие не только встречали, но сопровождали это шествие, одни постелали пальмовые ветвы на дороге, срезали с деревьев, другие, может быть, не имея возможности это делать, снимали свои одежды и стелили. «Ослик, на котором сидел Иисус, мягко ступал по ковру, выложенному из ветвей и одежд, и направлялся в сторону храма. «Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне! Асана, вышних!» – выкрыкивали люди, которые были вокруг, и, казалось, этот крик, эти возгласы, они поистине достигали небес, и сбывалось то, что они говорили. «Асана, вышних!» «Да, Асана, вышних!» Поднималась от земли эта хвала, и оно звучало, и стояло где-то над головами людей и в их сердцах. И, кажется, эти возгласы, эти крики были слышны всем живущим на земле. Это большая была радость, это было большое торжество. Шествие направлялось к храму, где все больше и больше людей примыкало к толпе. Они шли, радовались и восклицали, как мы прочитали. Они примыкали к этой толпе, одни спрашивали, кто это, а другие уже это знали, кто это, и отвечали. И поэтому воодушевленные, радостные люди шли за этим всем шествием и торжествовали, и радовались. Братья и сестры, осуждая в этом празднике, вот так бегло просто посмотреть или прочитать Евангелие, может быть, даже показаться, что, ну, это очередной яркий момент случая из жизни Иисуса Христа. Ведь было время, когда тоже люди радовались и торжествовали, и не раз. Ну, может быть, не в таком количестве, но их было много. Если мы вспомним, что в один момент Господь Иисус Христос накормил 4 тысячи людей хлебом, они были довольны, они были радостны. В другой момент он накормил 5 тысяч, не включая, не считывая женщин и детей. Это была большая толпа, это была большая радость. В один момент люди собрались и имели это единодушие, чтобы прийти, взять Господа Иисуса Христа и сделать Его своим царем. Но написано, что Иисус Христос, зная их вот такие намерения, такие замыслы, Он удалился из той местности. Ну, вот настал этот момент. И свидетели вот этих многих чудес, чудес Господа Иисуса Христа, ликовали, радовались, восклицали, как мы уже сказали. И удивительно, Он не препятствовал. Он не говорил, как раньше, может быть, никому не говорите, или иди расскажи своим ближним. Он принимал хвалу, Он был тем, кем Он был, и Он им не избегал и не препятствовал. И это не было совпадением. Это был удивительный день, это был день, когда настало время прославиться Сыну Человеческому. Это настал день, когда наступило время исполниться пророчеством, написанным о Нем. Братья и сестры, мы рассуждаем об этом празднике, и когда мы исследуем Писание, мы находим на страницах Библии очень много повествований. Мы находим очень много рассказов, как это будет, говорит, как это было. И когда мы рассуждаем, мы радуемся и благодарим Господа, что все так дивно и чудно произошло. Я хочу заметить, что вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим имеет не только для нас важное значение, оно имеет историческое значение. И еще одно очень важное – это то, что оно имеет это утверждение об истинности Писаний и особенно пророчеств. Божье Слово неизменно. Мы говорим, что у Господа нет сомнений, у Бога нет даже тени перемен, и поэтому Иисус Христос – это Царь, который исполнил Писание. Когда мы следуем Священное Писание, Библию, то перед нами открывается эта картина плана божественного спасения, который Он приготовил, в котором имеет значение все – и место, и время, включая даже месяцы, и годы, и дни. В послании Галатам 4 глава 4 стих говорится, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Значит, должно было прийти определенное время, чтобы свершились те или другие события. У Бога все запланировано. Оно не происходит само по себе хаотично. У Бога была полнота времени, когда нужно было прийти Иисусу Христу на эту землю. И поэтому так и произошло. То, что было заранее предсказано пророками, сбылось и в этом дне, и в этом празднике. И читающие Библию найдут несколько пророчеств, или даже много пророчеств, которые говорили об этом дне и об этом празднике. Мы сегодня приводили или прочитали вот этот небольшой отрывок из пророка Захарии. Исайя пишет, другие пророки, как мы уже сегодня слушали, в псалтире много написано. И мне кажется, что особенно пророк Даниил, пророчество Даниила, записано в девятой главе, очень четко и конкретно говорит об этом событии. И поэтому я предлагаю, давайте мы прочитаем вместе. Книга пророка Даниила, девятая глава, 24 стиха. Семьдесят седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророки, помазан был святой святых. И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима, до Христа, владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Я не хочу, братья и сестры, много толковать вот эти три стиха. Здесь очень много пророчеств, которые относятся к первому и второму пришествию Господа Иисуса Христа. Я хочу обратить наше внимание, что на божественных часах было предназначено, чтобы этот праздник был. Бог предсказывал через пророков, Бог через пророков даже сказал, когда этот праздник должен был быть. Смотрите, рассуждаем мы так, и здесь, как мы прочитали, когда шестьдесят девять седьмин уже истекли, или истекали, уже все должны были понимать, что уже скоро должен был предан, был смерти Христос, как мы прочитали. Пророк говорит, до Христа Владыки, а Христос Владыка еще в это время не был явлен народу. Мы же сказали, что люди, некоторые были попытки воцарить Иисуса Христа, сделать Его царем, но Он избегал этого, потому что Его время, как Он говорил, еще не настало. Но мы прочитали с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима, а считается, что это повеление было издано 14 марта 444 года до Рождества Христова, и по этих всех расчислениях шестьдесят девять седьмин должны были закончиться через 476 библейских годов. И, как Евангелие записал, да сбудется написанное через пророка, скажите, то через Сионовой, все царь твой грядет к тебе. Христос Владыка, пусть не все приняли Его, пусть, может быть, кто-то и не считал эти седьмины, хоть тяжело это даже принять, потому что люди были грамотны, они исследовали, они понимали. И я бы сказал, что должны были понять, что шестьдесят девять седьмин уже вышло до Христа Владыки. Христос Владыка должен был предстать перед Израилем, и Он должен быть предан смерти. И это все сходится на божественных часах, и это все сбылось. И, как я сказал, Христос Владыка пришел, и пусть не все приняли Его, многие на вопрос о нем, когда Он входил в Иерусалим и спрашивали, кто сей, многие отвечали просто, как уже мы прочитали, что это пророк из Назарета. Они не принимали Его за того, кем Он был, они Его принимали за большого, знатного человека, за пророка из Назарета. И в это же самое время люди, которые стояли во главе народа, первосвященники и книжники, стояли где-то в стороне, наблюдали, им не нравилось это шествие, они перешептывались, они складывали свой коварный план, как погубить Иисуса, и укорали друг друга этими словами. Видите, что у вас ничего не получается? Видите, что ничего не успеваете? Но люди шли за толпой, шли за сидящим на ослике Господом Иисусом Христом, они следовали, они радовались, и они восклицали, и благодарили, и прославляли Бога. В этот день Иисус исполнил мессианские пророчества. Молчать невозможно и недопустимо. Иисусу Христу, зная, что через несколько дней его уже распнут. Ему нельзя было просто молчать, не нужно было молчать, недопустимо было молчать. Он должен был объявить то, что Он является тем, за кого они Его принимают. Он должен был объявить всем, что Он исполнение всех пророчеств, о которых было сказано ранее. Он тот, кого они принимают, Царь, Владыка, Спаситель мира. Кто-то сказал, когда впоследствии Иерусалим будет обвинен в убийстве мессии, он не сможет сказать, что мессия упустил дать знак, понятный для всех. Мессия дал знак, Мессия сказал, Мессия принял, Мессия оказал это все внимание и сказал людям, кем Он является. Вопрос остался за людьми. Примут ли они Его или не примут. И поэтому, братья и сестры, входы Иисуса Христа в Иерусалим это явление Владыки Христа Царя. Это исполнение пророчеств, подтверждающих истинность и правдивость Писания. Второе, когда я смотрю на эту историю, когда я исследую, я хочу обратить ваше внимание, свое внимание на характеристику этого Царя. Как пророк описал, особенно вот в книге пророчества Захарии, ликуй от радости, щер Сиона торжествуй, щер Иерусалима, сей Царь Твой градет к Тебе праведный, спасающий и кроткий. Я хочу обратить наше внимание именно на эти три качества. Мы уже сегодня слушали о том, кем Господь Иисус Христос является, что Он является Спасителем, Господом и Богом. Но я хочу сегодня обратить вот именно на эти качества наше внимание, что Он кроткий, Он праведный и Он спасающий. И поэтому, когда мы говорим о кротости, мы понимаем, насколько это прекрасное качество, насколько это важное качество. Это качество человека, который имеет власть, но не пользуется ею, а наоборот проявляет заботу о людях. Еще за много лет до этого события, благословляя своего сына Иуду, Иаков сказал такие слова пророчески. Бытие 49 глава 10 по 11 стихи. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчвесл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Братья и сестры, когда мы смотрим на события этого праздника, мы видим исполнение пророчеств, и мы благодарим Бога и славим Его за то, что Он явился именно таким, как Его предсказывали пророки, как именно Ему нужно было быть. Перед нами образ царя назван кротким, и во исполнение этих пророчеств Он въезжает в Иерусалим на осле, который служит символом мира. А ведь Он мог въехать на то время на белом коне. И очень легко можно было отсуществить, как уже я несколько раз сказал, было время, когда люди хотели воцарить, прийти, взять, поставить во главе Израиля. Ведь люди, которым Он сделал столько много добра, возьмите сотника, слугу которого Он исцелил, или Иаира, дочь, которого Он воскресил, и многие другие, включая богатых и влиятельных людей, даже членов Синедриона, они могли организовать Ему такой праздник, который еще никогда мир не видел. Но не было для этого времени, и не было этого предсказано Господом, потому что кроткий царь, он должен был сесть на простого осла и въехать в Иерусалим мирно и спокойно, показывая тем же, что Его царство не от мира сего. Слова «я кроток» и «смирен сердцем», продемонстрированы в этой простоте и доступности, перекликаются с тем моментом жизни человечества, когда мы поем в одном псалме в Вифлеемске и Ясли «рукою нежной Бог положил нам дитя надежды». И поистине, когда мы говорим о кротости, это самое такое сильное свидетельство проявления кротости. Он пришел в Ясли и он вошел в Иерусалим, сидя на осле. Апостол Павел в послании филиппийцам пишет такие слова, 2 глава 6 стиха «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирив себя, был послушен даже до смерти и до смерти крестной». Поэтому наш Царь, наш Господь Иисус Христос, Его характеристика, Он кроткий, кроткий Царь. Второе качество, которое я хочу обратить наше внимание, это праведный Царь. Как-то однажды рассуждая со своими учениками, Господь Иисус Христос, вот на тему праведности они рассуждали, и Иисус сказал своим ученикам такие слова, «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». И я думаю, братья и сестры, каждый из вас согласится с тем, что такие слова мог сказать только тот, кого праведность воистину была выше праведности других, выше праведности книжников и фарисеев. Такие слова мог сказать только тот, кто знал, что такое праведность, и мог этой праведностью поделиться с другими. Он сказал, что праведность должна быть выше праведности книжников и фарисеев. Будучи руководителями народа, книжники и фарисеи были также духовными наставниками и отцами своего народа. Но апостол Павел в послании к римлянам 10 глава 3 стихом пишет, что они не покорились праведности Божьей, но противопоставили свою праведность, которая, опять же, пророки говорили, что это не была праведность, хотя они закрывались ею как ширмой какой-то, но пророк говорит, она была эта праведность как запачканная одежда, которая не привлекала, а наоборот отпугивала людей. Поэтому, когда читали люди Священное Писание, Библию, то они понимали, что должен настать тот момент, когда придет Царь праведный, когда принесет эту праведность, когда праведность будет представлена людям. Мир жаждал этой праведности, стремился, я бы сказал, даже мечтал, хотя не всегда почитал праведников, и это тоже очень темная и жалкая страница истории, потому что многие праведники были просто непоняты, неприняты, изранены или даже убиты. Это на днях читал историю идейского царя Иоаса, и ему было семь лет, когда он воцарился над Израилем, и там его такое воцарение было особенное, когда его пришли, воцарили, и на ним такое ходатайство, шефство, можно сказать, было одного из священников, священник Иодай, это пожилой человек, который сделал все для того, чтобы Иоас служил Богу, чтобы он исполнял Божьи заповеди, чтобы он требовал этого от народа. И вот это царство во время того, то время, когда был Иоас вместе с Иодаем, оно было благословенно, оно было свято, оно было чисто, потому что они стремились к этому, и Бог им помогал. Но когда священник Иодай умер, то пришли другие люди, повлияли на царя, и несмотря на то, что он уже много лет царствовал, его царство было в течение сорока лет, он оставил Бога, он отступил от Бога, и начал поступать так, как ему эти плохие люди советовали. И в один день, когда все были вокруг храма Божьего, сын Иодая священника Захария, он становится впереди народа, и он говорит такие слова, чтобы обличить народ, чтобы обличить царя, и он говорит, что Бог с теми, кто хочет к нему, кто идет к нему, Бог помогает тем, кто любит его, кто служит ему, и вот это обличение, праведное обличение не понравилось царю, и царь же тут дает приказание, чтобы Захарию, сына Иодая священника, как я сказал, который сделал так много для его царства, для воцарения, и для всего самого лучшего для Израиля, тут же побили камнями, написано во дворе дома Господня, и написано, не вспомнил царь Иоаз благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его, вот праведность, люди хотят праведности, но когда праведность появляется, то праведность им не нравится, но, как я сказал, человечество, мир ждал этой праведности, потому что весь мир погряз в грехе, ему нужна была праведность, и праведный царь въезжал в Иерусалим, что нужно еще отметить, братья и сестры, что этот праведный царь, наш Господь Иисус Христос, он не был просто праведным образцом, он не был только праведным для себя, когда мы читаем Библию, мы можем найти на страницах Ветхого Завета, когда говорится, что были люди, которые своей праведностью могли спасти свои души, и там говорится о Ное, Данииле и Иове, написано, что они могли что-то сделать для себя своей праведностью, но когда праведный царь входит в Иерусалим, то он не только для себя праведный, он может этой праведностью спасать и другие души. Праведность Иисуса Христа вменяется каждому, кто верою принимает голговскую жертву и покрывает подобно покрывалу все недостатки и все несовершенства человечества. Еще, что хочу обратить наше внимание, это еще третья характеристика, как я уже прочитал из Захарии, спасающий, царь, который входит в Иерусалим, это спасающий царь. И люди кричат вот это, чтобы, как уже мы слышали сегодня, они кричат «Асана!» Они обращаются к Нему, они прославляют Бога, «Асана, сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне!» Но вы знаете, как Лука пишет, нашлись люди, эти первосвященники, книжники, которым не понравилась эта хвала, и они обращаются к Иисусу Христу и говорят «Запрети своим ученикам, запрети народу, чтобы они не кричали так, чтобы они не говорили эти слова». Вы знаете, почему их эти слова так волновали? А потому, что эти слова, это слова 117-го Псалма, который пророчески говорил о приходе Мессии, и это опять же относится к этим мессианским пророчествам. Когда они выкрикивали эти слова, они признавали, что это Мессия Израиля, и вот это им не нравилось. Они просили, они говорили, чтобы Иисус Христос приказал своим ученикам, чтобы они перестали, но люди кричали, и это были не просто возгласы. Этими словами они выражали свои надежды «Ассана, спаси нас, спаси сейчас, спаси от римлян!» И они этого хотели. Может быть показаться, что для этого же он и пришел. Знаете, он пришел спасать, он пришел, чтобы стать спасением, чтобы спасителем стать. И когда мы читаем Библию, даже в самом начале, в самом начале, когда его младенцам принесли в храм нашего Господа Иисуса Христа, написано, Симеон взял его на руки и возблагодарил Бога и прославил Бога такими словами «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели глаза мои спасение твое». Потом еще одно пророчество сразу буквально, можно даже сказать чуть-чуть раньше, это Захария, отец Иоанна Крестителя, когда благословлял Иоанна, то он тоже сказал такие слова «Ты, младенец, назовешься пророком Всевышнего, ибо придешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов его». И люди жили этими надеждами. Люди ждали того момента, когда придет этот Мессия Спасающий, и они увидели все эти качества в Господе Иисусе Христе. Меж жаждал Спасающего Царя, многие увидели в нем именно спасение от греха, от гибели, от ада, но жаль, как я сказал, уже мы не раз говорили сегодня, что Израиль увидел в нем лишь того, кто мог избавить их от гнета римлян. Он принес им полное спасение, а они хотели только физическое. И поэтому, въезжая в этот город, он не радовался, а плакал. Он понимал, он видел это неверие народа, что пройдет меньше сорока лет, и Иерусалим, и храм, и последняя надежда будет разрушены до основания, и написано «Не останется камня на камне». Поэтому Христос, въезжая в Иерусалим, видя все это, Он плачет и говорит «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирают под крылья свои, и вы не захотели». И поэтому Иисус Христос плачет. Братья и сестры, для любящих Господа входы Иисуса Христа в Иерусалим – это большой и радостный праздник. Для нас Он истинный Царь, пример кротости, наша праведность, наше спасение, наша жизнь, настоящее и будущее – все источники нашей жизни в Господе Иисусе Христе. Он нам открылся, Он нам проявил, явил Свою любовь и милость. И иногда, когда мы празднуем этот праздник, мы сравниваем этот праздник с тем днем, когда Господь вошел в наше сердце, когда Он вошел и преобразил, освободил, очистил, омыл нас, и наш духовный храм был посвящен Господу на служение. Мы, кто выросли в христианских семьях, может быть, не особенно ярко так прочувствовали этот момент, но, братья и сестры, вспоминаются слова одного брата, который говорил так, «Меня Господь вырвал из такого болота, из такой грязи, я не могу молчать, я не могу просто тихо радоваться тому спасению, которое я получил. Я хочу всем рассказать, засвидетельствовать, что только Господь, только Он совершил для меня это великое спасение, и я верю, что Он может помочь и другим. Поэтому, братья и сестры, поэтому, друзья, дорогие, кто в нашем собрании сегодня и, может быть, слушают нас по интернету, я хочу обратиться к вам и сказать, может быть, вы еще не приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце, если Он, может быть, не вошел как Царь в ваше сердце, не изменил и не преобразил вашего сердца, придите к Господу сегодня, придите к Господу сейчас. Ведь, если мы опять говорим о времени, мы знаем, что, может быть, другая возможность и не настанет, мы не знаем, сколько определено для нас, мы не знаем, сколько в нас будет времени, чтобы покаяться, и Писание говорит, ныне Господь повелевает всем повсюду покаяться, поэтому, если вы еще это не сделали, придите к Господу сейчас, потому что, а еще одна характеристика вот здесь, в Матфея, как мы прочитали из Захарии, на которую я не очень обратил много внимания, но мы понимаем, Господь Иисус Христос, Он грядущий Царь, Он был грядущим, когда входил в Иерусалим, Он грядущий за Своей Церковью, Он скоро придет, и Его приближается это пришествие, и мы проповедуем Иисуса Христа, распятого, умершего, воскресшего, и вновь грядущего. Вопрос заключается в том, принят ли ты, примешь ли ты Его, готов ли ты встретить этого грядущего Царя? Если да, то слава Богу, а если нет, то ныне Господь повелевает, как Царь, как Владыка, как Христос, повелевает всем повсюду покаяться. Придите к Христу сегодня, чтобы у вас голос соединился, сонмом святых, дивном хвалении. Тебя хочу хвалить я пением за милости твои, мой Бог. Меня возвысил ты спасением, прими мой благодарный вздох. Я никогда не перестану хвалить тебя и петь осану. Тебя святить хочу святого, тебе хочу я жизнь отдать, тебе лишь одного благого, хочу свою, твою любовь хочу лишь знать, тебе лишь выселить лучезарной польется гимн мой благодарный. И пусть, братья и сестры, поистине будет так. Давайте мы свои молитвы принесем Господу, давайте восхвалим Его, давайте прославим Его, ведь Он достоин этой хвалы и славы из наших уст. Аминь. Помолимся. Мы только что слышали слово, что Царь наш спасающий. Знаете, ту радость спасения, которая выражается в наших песнях, которых мы поем, это авторы пережили, это излагают, мы сейчас тоже будем петь псалом, сердцем воспряну, петь не пристану. Это только тот поймет, который погибал, как поем в одной песне, в какой я бездне утопал, при мысли я страшусь, но Ты меня и там взыскал, Спаситель мой Иисус. Чтобы вот эти чувства благодарности Богу, они не угасали у нас со временем, с годами, чтобы мы не относились к этому равнодушно. Он спасающий и сегодня этому спасающему Спасителю и Богу мы воспоем. Ставшим будем петь, сердцем воспряну, петь не пристану. Субтитры Песня. 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 Этот праздник сегодняшнего дня в Америке называется Пальмовое Воскресение. А вот в нашей традиции он назывался «Вербное воскресенье». И было, наверное, такие моменты, когда с вербами приходили в дом молитвы. И я думаю, что хоть пальмы, хоть вербы, они отражали вот такое внутреннее желание приобщиться к этому празднику. И мы сегодня ни с пальмами не приходим, ни с вербами не приходим. Но я думаю, что если мы приходим без радости, то мы не приобщаемся к этому празднику. Мы слышали сегодня, Христос плакал. Он плакал о Иерусалиме, зная о том, что Израиль его отвергнет, зная о том, что Иерусалим будет разрушен, и это произошло. Но для нас Христос принес спасение. Он стал нашим царем. И нам важно в этом празднике радоваться этому спасению, радоваться этому царю. Прославлять Господа нашего за то, что Его приход даровал нам это спасение. Мы вошли в Его царство. Мы можем Ему поклоняться. Мы можем прославлять Его как Царя нашего. Пусть это будут нашими пальмами, нашими вербами. Пусть это будет наше приобщение к празднику. Что вот в этом дне мы действительно торжествуем. И как Писание мы слышали сегодня, торжествуй, дочь Иерусалима. Радуйся, все царь твой грядет к тебе. И в этом да будет и наше участие вот в этом празднике. И мы приближаемся к следующим праздникам. В нашем белюдне вы видите расписание наших служений. На следующей неделе в четверг у нас будет хлебопреломление. Особый день, когда мы будем вместе вспоминать и возвещать смерть Господа нашего. И будем готовиться к этому дню, к этому служению. Проверять сердца наши, проверять хождение наше. Это особый день, четверг, особый день, когда мы вспоминаем, как Господь наш собрал своих учеников и преподал им эту вечерю установление Нового Завета. У нас также будет собрание в пятницу вечером. Мы будем вспоминать крестный путь Господа нашего, Его смерть на Голгофском кресте. И затем воскресный день, день праздника Пасхи, воскресенье. Наши собрания будут в восемь часов утра и в двенадцать часов дня, когда мы будем торжествовать и прославлять Господа за победу над смертью, за чудесное воскресенье. Поэтому да благословит нас Господь вот эти дни, особо как-то быть ближе к Господу. Это особые дни, это особая неделя. И дай нам Господь, чтобы она не прошла просто в какой-то суете, чтобы она прошла в нашем общении с Господом, нашей близости с Господом, чтобы мы действительно могли праздновать. И когда у нас будет праздник Пасхи, вот эти воскресные служения, приглашайте неверующих, приглашайте близких, родных, может быть, тех, кто не посещает собрания, тех, кто, может быть, уже отошел от церкви. Это особое время. Поэтому делайте эти приглашения и дай Господь, чтобы они могли прийти и также услышать еще раз эту весть о Спасителе нашем. А вот в сегодняшнем собрании, может быть, Господь кого-то сегодня касался. Может быть, сегодня кто-то услышал вот эту весть, евангельское повествование о том, что Христос плакал о Иерусалиме, и, может быть, Господь вам сказал, что и о вас Господь тоже плакал. Видя ваше отвержение Господа, видя ваше непринятие, видя ваше черство сердца, может быть, Господь сегодня говорит, я и о вас тоже плакал. И поэтому, если Господь сегодня кого-то призывает вот этим словом, дай Господь, чтобы вы приняли этот призыв, услышали Его плач, услышали Его весть и могли прийти к Господу в раскаяние. Поэтому, если Господь кого-то сегодня зовет и стучит в ваше сердце, придите к Господу, помолитесь к Господу, попросите у Него прощения, чтобы Господь дал вам радость, и чтобы небо начало радоваться. Написано, что небо радуется об одном кающемся грешнике, и дай Господь, чтобы и вы могли также стать участниками этой радости. Давайте встанем, совершим молитву в заключении нашего собрания. Господь наш, прими от нас сердечную благодарность вот за это собрание, за праздник, за это событие, которое мы вспоминали сегодня. Ты пришел на эту землю, ты стал человеком, ты принял плод человеческую, и ты исполнил это пророчество, поскольку ты тот единый и верный Царь, который был обещан и который однажды вошел в Иерусалим. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты совершил это, за то, что ты действительно истинный Царь, кроткий, спасающий. И мы слышали сегодня это слово, которое касается сердец наших. Господи, это слово побуждает нас проверить наше отношение к Тебе. для того, чтобы Ты мог царствовать, для того, чтобы мы Тебе поклонялись, Тебе служили, для того, чтобы мы Тебе посвятили жизнь свою и дали право Тебе царствовать и преклонялись перед Тобою. Господи, мы и в этот час благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, как великого Царя, как Господа Господствующих и Царя Царей. Ты достоин нашей славы, Ты великий Бог, и поэтому мы преклоняемся перед Тобой в этот час. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что, войдя туда, в Иерусалим, как великий Царь, Ты пришел, чтобы умереть, Ты пришел для того, чтобы отдать себя в жертву, для того, чтобы стать нашим спасителем, но и для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы принести эту великую победу, и для того, чтобы мы могли быть детьми Твоими, и мы могли бы знать эту истину, имея спасение в Тебе. И мы благодарим Тебя, Господи, за это. Просим Тебя, благослови в дальнейшем нас, особенно вот на эту неделю предстоящую, особую неделю, когда будут особые собрания. Помоги, Господи, нам, сердцем Своим еще раз прочувствовать те великие события спасения нашего. Помоги нам, Господи, быть ближе к Тебе. Помоги нам прославлять Тебя жизнью Своей, посвящая ее Тебе. А мы благодарим Тебя за это время собрания. Храни нас и в этом воскресном дне. Благословляй и помогай нам во всем. Поклоняемся Тебе и за все благодарим Господа нашего. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь.